Мероприятия приурочены празднованию Рамазан Хаита повсеместны. Сопровождаются они массовыми гуляниями. Все ходят друг к другу в гости, навещают родных. В каждом доме накрыт дастархан и рады любому гостю. Рамазан является одним из пяти столпов ислама, обязательных для всех правоверных мусульман. По окончании этого священного месяца праздник Ид-Аль-Фитр, Рамазан Хаит. Еще до восхода солнца соотечественники спешат в мечети, чтобы совершить молитву. А капли беглого дождя дарят теплые чувства в этот священный для каждого день. Рамазан Хаит, как неотъемлемая часть духовной жизни, национальных ценностей и традиций нашего народа, отражает гуманистическую суть священной исламской религии. В утверждении в обществе атмосферы взаимоуважения, милосердия, доброты, щедрости и благодарности. Воспитание молодежи на основе высоких человеческих качеств. Он празднуется в период больших позитивных перемен в стране. Месяц Рамазан был неспослан Коран. Примечательнее то, что в этом году состоялись соревнования чтецов священного Корана. Поистине страна преображается. Проводятся глубокие реформы, в том числе и в религиозно-просветительской сфере, на что направлены указы и постановления президента. В частности, согласно указу главы государства, создан благотворительный фонд «ВАКФ». Тем самым обеспечены заработной платой работники сферы. Это еще служит повышению уровня духовно-просветительских работ. Решает многие важные вопросы в этом направлении. Учреждена награда для представителей сферы имам Бухари. Это также большое новшество в нашей деятельности. В дни месяца Рамазана открылись построенные в столице и Бухаре мечети имам Термези, а также Умар и Бенхаттоп. В городе Ташкент возводятся мечети Сузукота и шайх Мухаммад Содок, Мухаммад Юсуф. Поздравление президента воодушевило всех нас. Раньше такого большого масштаба и внимания не было. Рамазан Хаид отмечается как всенародный праздник. К тому же три дня объявлены выходными. Мы должны ценить это. Прозвучала утренняя праздничная молитва. Люди благодарят Всевышнего за мир и спокойствие, возможность жить и трудиться во благо народа и вносить свой посильный вклад в дальнейшее процветание страны. Разделили радость соотечественников и представителей различных религий и конфессий. Я хотел всех поздравить с праздником Байрам Хаид. Всех наших братьев-мусульман, живущих в Узбекистане. Праздник имеет свое предназначение, чтобы люди воспитывали в себе дух мира, духа согласия и духа милосердия. Что касается того, что в Узбекистане существует много религиозных конфессий и национальностей, то мы видим, что это создает такую атмосферу и любви, и уважения среди всех людей разных национальностей и разных религиозных конфессий. Это, конечно, для нас очень отрадно, что мы чувствуем себя здесь в таком удовлетворении, в радости, в тишине. Дай Бог, чтобы оно никогда не разрушилось, но укреплялось все больше и более. Хочется поздравить всех мусульман Узбекистана с знаменитым, большим и великим праздником. Это праздник миролюбия. Мы все являемся детьми узбекского народа. Узбекистан – земля, священная земля. Мы в сегодняшний день и христиане, и другие евреи, и другие религии поздравляем всех мусульман. И это показывает, насколько мы можем жить вместе, жить дружно, жить здесь, рядом, в Узбекистане. Сегодняшний праздник, как каждый год, показывает, что мы приезжаем к Муфту, чтобы не только его поздравить, но поздравить всех вас, всех мусульман. И я с радостью большой это от имени всей католической церкви сегодня делаю. Толерантность как-то есть в крови всех узбекистанцев. И благодарим Бога за это, что так здесь есть. Священный праздник Рамазан Хаид. Он имеет большое значение в жизни нашего народа. Сохранение и возвышение национально-духовных ценностей. Праздничная утренняя молитва звучала и в мечети Минор города Ташкент. Сердца людей полнятся пожеланиями мира и стабильности родной земле.